Кыргызстан – страна с развивающейся экономикой. Сегодня также испытывает некоторые трудности в связи с жёсткой мировой финансовой конъюнктурой. Негативно сказывается инфляция, геополитическая напряжённость, конфликты, влияние вторичных санкций и существенное изменение климата в регионе. Но темпы роста за этот год неплохие. В ключевых секторах экономики наблюдаются серьёзные изменения. За 11 месяцев текущего года наблюдается некоторый рост в ключевых секторах экономики. В строительстве объёмы производства выросли на 14,3%, в сфере услуг – на 5,6%, в промышленности – на 1,6%, в сельском хозяйстве – на 0,3%. Большое значение в этом году отводилось промышленному сектору. За пять лет объёмы производства промышленной продукции увеличились почти в два раза. В прошлом году он был на уровне 435 миллиардов сомов. В текущем году только за 11 месяцев составил 428 миллиардов сомов. По словам главы Минэкономики Даниэра Амангельдиева, к концу года этот показатель будет значительно превышен. Уровень нашей теневой экономики составлял порядка 70%. По итогам 2023 года фискальной реформы дали уже существенный результат. Темп роста от налогового поступления порядка 28%. В целом сфера услуг и торговли у нас показывает динамику положительного роста – это 37% роста. То есть это говорит о том, что наша экономика начинает обеляться. В начале года Кабминам была поставлена задача открывать в среднем 100 производств в год. За последние три года введено в эксплуатацию 60 промышленных предприятий и с инвестиционным портфелем более 1 миллиарда долларов США. По итогам данной инвестиционной политики создано более 77 тысяч новых рабочих мест. Создавались соответствующие условия для промышленности. Это промышленные зоны, определенные налоговые преференции, это фискальные реформы, таможенные реформы. Во-вторых, создание внутренней благоприятной среды для инвестиций и предпринимателей. Несмотря на сложности в швейной отрасли, сегодня она является одной из ключевых в экономике страны. За этот год были открыты десятки новых фабрик, ориентированных как на внутренний рынок, так и работающих на экспорт. Одна из таких текстильных фабрик уже несколько лет работает в Чуйском районе. При поддержке государства и финансировании Российско-Кыргызским фондом развития фабрика смогла увеличить производственные мощности, дополнительно создав около 130 новых рабочих мест. Эта фабрика работает на импортозамещение две трети местного рынка. Хлопчатобумажной и трикотажной ткани производится именно здесь. После открытия новых производств планируют увеличить объемы до 25 тонн в сутки. Новые промышленные объекты открываются в энергетической отрасли, переработке сельскохозяйственной продукции, в производстве строительных материалов и фармацевтических препаратов. Президент уделяет особое внимание этому сектору, именно производству фармацевтики. Кроме того, как вы знаете, была создана хрисформация для обеспечения более доступными лекарственными средствами наших граждан на местах. Кроме того, по линии Министерства здравоохранения открыт ряд социальных аптек. Это непосредственно поставка от заводов изготовителей. Цены значительно разнятся. Дошло до того, что на сегодняшний день розничные сети аптек выкупают в социальных аптеках оптовыми партиями, потому что цены на самом деле доступны по определенным видам продукции. К слову, многим предпринимателям помогли с финансированием межстрановые финансовые фонды. В сфере производства автомобилей создана полноценная упрощенная система. Благодаря этому будут введены в эксплуатацию заводы по сборке и производству автомобилей. В настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию автосборочный завод Алтын Тулпарк, где будут выпускать 12 моделей автомобилей. Благодаря именно институтам поручительства и реализации крупных проектов объем инвестиций составил уже свыше 150 миллионов долларов. Кроме того, активизировался наш узбекско-каргызский фонд, венгерско-каргызский фонд, также был создан у нас фонд с объединенными арабскими эмиратами, заработал уже азербайджанский фонд. По итогам 2023 года средства, предусмотренные на реализацию и запуск азербайджанского фонда, будут в полном объеме перечислены на счета нашего национального банка. И со следующего года, я думаю, что азербайджанский фонд также начнет свою деятельность. Наряду с запуском новых производств успешно продвигается модернизация промышленных предприятий, крупных и передовых отраслей. Этим занимается кыргызская индустрия с уставным капиталом в 1 миллиард сомов. Главная цель – перезапуск простаивающих промышленных предприятий. За последнее время уже новую жизнь обрели более 50 производств. В настоящее время кыргызская индустрия реализует порядка 20 проектов. Это, например, производство пескоблоков, керамзита, пошив специальной одежды и бронежилетов, изготовление медицинских пластырей и бинтов. Все эти проекты были непосредственно разработаны, было полное сопровождение по ним. И одним из наших вопросов обеспечения безопасности страны – это обеспечение выпуска фармацевтической продукции. А еще привлечение инвестиций, экономически выгодные проекты в сфере туризма, строительства, нефтепереработки, энергетики, создания внутреннего производства, нацеленного на наращивание экспорта товаров, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния страны. Надежда Усова, Азамат Кадартуктуев, Аллато, 24.